Доброго времени суток, друзья! Сегодня я буду обрабатывать свои пеларгонии, которые занесла с улицы в дом. Расположила их вот здесь на стеллажах. Их у меня немало, как вы видите. Обрабатывала я их и на улице, когда они были. Они также стояли на стеллажах, край бани. В этом году было очень много дождей в Башкирии. Влаги много, кустики зелененькие, хорошо зелень наросла, ну и цвели очень хорошо. В несколько этапов. Вот буквально последнее цветение уже, наверное, третья волна сейчас дома наблюдается. Но третья волна, она такая, как бы, я бы сказала, жиденькая. По чуть-чуть цветоносы как бы открываются. И, можно сказать, тут же затухают, потому что дома условия совсем не те, что на улице. Как бы неволя, есть неволя, это не свобода. На улице и воздух более влажный. Здесь сейчас начинаем топить. Уже, сами понимаете, как бы для растений стресс. Вот это вот отопительный сезон. В планах, конечно, поставить сюда увлажнитель воздуха. Но сегодня речь пойдет не о увлажнении воздуха, а обработках. А о следующей обработке, которую я хочу провести именно дома. Вот такой вот у меня есть опрыскиватель типа жука. На самом деле фирма Деко, не реклама. Уже года два, наверное, не пользуюсь. И по саду, и вот сегодня решила дома даже использовать. Вот такой вот препарат фитоверм форта. Тоже не реклама. В этот раз купила более усиленную версию фитоверма. Развела по инструкции. И хочу пройтись прям вот непосредственно по всем растениям. Здесь у меня не только пеларгония, здесь еще у меня живут еще и фуксии. А фуксии, как вы знаете, очень любят привлекать на себя паутиного клеща. В принципе, я не вижу как бы вот паутинок, поблескивания этих паутинок. Обработки, они как бы действенные. Две обработки перед тем, как занести в дом растения я делала. Нигде не вижу как бы каких-то насекомых. Но тем не менее, лучше как бы обезопаситься. Еще раз, мне кажется, побрызгать. Как вот в инструкции указано, что три обработки должно быть как минимум. И вот сейчас я развела препарат. Будет, конечно, очень грязно. Но может быть не очень, но влажно-то точно будет. Потому что я буду брызгать под напором. Сейчас накачаю. Сами понимаете, будет и вода, и из горшков будет торф немножко вылетать. Потом придется делать такую генеральную влажную уборку. Но меня это не пугает. Я вообще привыкла уже убираться на втором этаже. Потому что это дело неминуемое. Так как с растениями возишься так или иначе. Где-то польешь, прольешь. Где-то земля, торф просыпется там. Поэтому всегда, всегда я с тряпочкой здесь хожу. Меня это не пугает. Я думаю, чтобы хорошо обрызгать все растения, которые стоят в крае панорамного окна, нужно все эти ящики. Растения у меня стоят именно в ящиках, в таких вот горшочках. Здесь именно в высоких. И в ящиках, которые расположены на таких вот поддончиках, которые в фикс-прессе брала. То есть это я все сейчас вытащу. Потому что нужно будет при опрыскивании каждое растение немножко крутить. Чтобы с внешней стороны и с внутренней стороны листа обработка прошла. Все вытащу в середину комнаты и начну брызгать. Ну а здесь под поддоном заодно можно убраться и вымыть палку. Вот так вот я накачиваю, как обычно. Под давлением уже. И начинаю опрыскивать каждое растение. Особенно землю. Сейчас мы же сильно не поливаем растение. Как бы даже можно сказать подсушиваем. Чтобы всякие гнили не нападали. А вот такую именно среду. Клещи всякие вот они любят. Чтобы было сухо, тепло. Солнечно. Вот иногда солнечные деньки. Тут вот на втором этаже прям вообще благодать. Для этих насекомых. И наш мир, он же не стерильный. Поэтому вот иногда открываем и окошки. И откуда-то может просто даже на нас на одежде где-то. С теплицы можно занести. Этих насекомых там. Или личинки этих насекомых. Поэтому обработки, я считаю, лучше сделать, перестраховаться, нежели потом смотреть, к сожалению, на свои бедные растения, которые вообще можно потерять, конечно, если вовремя не обратить внимание на вредителей. Ну вот в таком темпе я, в общем, буду обрабатывать всю свою коллекцию. Хочу сказать, препарат действенный. После обработок никаких насекомых не замечено. Фукси им очень нравятся такие обработки. На них никто потом вообще не хочет нападать. В общем, ввиду к тому, что делать обработки даже дома, хотя это не очень удобно, возможно, да, приходится потом вот все убирать, убираться, но все равно лучше сделать обработку и быть уверенным, что растение в безопасности. Ну а на этом все, друзья, надеюсь, мое видео вам было полезно. Делитесь в комментариях, опрыскиваете ли вы от вредителей свои растения, которые находятся дома, поступаете ли так же, как я. Очень буду рада вашим комментариям, вашим лайкам и подпискам. Все, пока-пока.